мы приехали в гельбехале это зонда постельмаркт продаются остаточки или как или по специальному предложению говорят что дешевый магазинчик можно найти всякую бытовую мелочевку в общем пойдем сейчас посмотрим гераньки евро 99 азалия 1,99 евро земля смотри какой большой мешок стоит 4 евро всего 45 минут вот этих огромных мы будем в этом году садить на балкон цветочки на балконе будем садить там всякие индивидуальные продаются даже клубничка продается смотри 95 центов стоит 1 росточек вон видишь красная яблоко сейчас заходим в магазинчик что? для чего это? 3 штуки 2 евро 10 штук 10 центов а будет практически да ну да ну конечно выглядит здесь тоже все соответственно нет это только изначально я не покупаю я не покупаю все таки возьму такой не штуки самобилев и так да смотри краска альпина солнце 10 евро стоит 10 евро стоит посмотри какое бедро ну какая бы ни была ты бы в алмарке купи альпина за 10 евро ну в общем всякой мелочи яйца деко кому интересно рацийки разные да это следующее 39 центов сколько всего тут интересного ой-ой-ой смотри вот эта травка куда яички яички складывается ну когда на пасху декорируешь это не 3 пакета 2 евро а? ну не знаю посмотрим да не навряд ли такое ой все Сережа увидел мяшку ой посмотри корзинки опять на острове ну дорого как 3 евро что-то дорого ой какая прелесть корзина чего-то только нет сколько стоит помню естественно надо идти но так для декора почему бы не купить да красочки всевозможные тоже недавно не покупали поэтому не знаю с чем сравнивать сколько стоит на самом деле здесь вот такая цена в канцелярский это же для апдекент бумажно может ремонт в ближайшее время не собираемся делать чего-то только не помню это еще для мух локтин сетские игрушки для день рождения украшения всякие гирлянды и надписи стоит 79 центов 50 центов лучше выбор приличный одноразовая посуда игрушки чекерки это мне мои коллеги немочки сказали ой такой классный магазинчик там все так много еще так дешево я в принципе даже не знаю что мне здесь надо девочки для тех кто шьет замочки всякие разные тоже по 29 центов есть кстати у меня на глубоких штанишках сломался замочек 29 центов надо взять немного поярче все возможно нитки тяжело нанести нитки чтобы это было стопроцентный балмболит все нитки только полиэстер если это бомболит такая маленькая катушечка очень дорого хлопок ароматизированные свечки а и 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 для запекания, посмотрите какая это есть. Это все для запекания. Тремонтируем. Если я выйду отсюда с одним замочком, Сережа меня поймет неправильно. Он скажет, нужно было столько проехать, чтобы ты купила замочек за 29 центов. Бытовая и химия. Финиш тоже. Это освежитель для воздуха тоже на водной основе. Интересно. 1 евро 75 центов стоит. Санфетки для дезинфекции. Санфетки для дезинфекции. Я бы не сказала, что здесь, мне кажется, что они такие же. Может, что-то стоит дешевле, чем в обычных магазинах. Санфетки для дезинфекции. Такая симпатичная. 5 евро стоит. Вот фрукты. Я взяла только замочек. Зато Сережа уже. Тухи для машины. Тухи для машины. А я замочила. У тебя же есть такая. Не знаю. Надо возьми. Был бы у нас домик на даче. Я бы купилась. Домик в деревне. У нас нет ни домика в деревне, ни домика на даче. У нас даже дачи нет. Ой, какие большие формочки под маффины. Одно евро стоит. Силиконовые. Интересно. 7,99. Ну и фрукты. 3,49. Формочки под маффины. Что-то они такие пловкие. 5 евро. Маленькая форма. Не знаю. Не знаю. Ничего дешевого я здесь не вижу. Вот такая доза переносная. 7 евро. Да, наверное, она держит крышку или открывается. Представляешь, даже есть лучшая кофемолка. Смотри, какая херсть. Так берешь, кофе молишь. Потом так ящик вытаскиваешь. И высыпаешь. Классно? Нифига ты думаешь, что у меня 7,40? Это не я сказала. Это девчонки сказали. Сказали, что дешево. Если у тебя стоит дешево. Я посмотрю, что тут. Я посмотрю, что тут. Это что? Это открывашка. Смайлик. Наразовые ложки. Кетчуп-лёфель. Да. Большой бортель нашел. Интересно. Качество. Вот-то не пахнет ужасно. 2,99. Силиконовый венчик. Да. Вот-то не пахнет ужасно. Как девушка какая-то стоит. Сережа заметил, кстати. Девушка. Смотри, для орешек еще и щипцы в передаче. Стоит 13 евро. Деревянная. Ну, в общем, что сказать. Найти можно все что угодно. Качество есть и хорошее, и не очень. Но цены есть и дешевые, и не очень дешевые. Вот это все это органайзеры для холодильника. Но цены, я хочу сказать, кусаются. Вот. Для бутылок 5,49. Вот такие дозы. 8 евро. Но это дорого. Так. 2,49. Дорого, в общем. Я бы сказала, что это дешево. Я думала, что это все с оценкой сюда приходит. Все это много. Продолжение следует... Так, самочек его где-нибудь наставить. Вот это классная вещь. Очень тяжелая. Такое ощущение, что там настоящий чугун. Стоит дорого. Вот всегда хочу купить такой таймер, но он почему-то всегда дорого стоит. В общем, чего-то только нет. Ну вот смотри, пластмассовый час по 179 центов. Вот такая большая. Одно евро. Мне нужно посмотреть беленькие горшочки. А белых горшочков нет. Ой, вот там горшочки. Они уже с надписями. Это чтобы высаживать зелень. Они уже с надписями высаживать зелень. Такой горшочек, но он один. Жалко. Сейчас еще посмотри. Здесь акции разных цветов. В основном коричневый, а белых горшочков нет. А мне нужны... Какие квадратные? Мне нужны белые горшочки. В общем, этот магазин можно назвать фикс прайс только по-немецки. Чего-то только нет. Щекая мелочевка. Солнце предположил, что здесь Сталин. Я вообще не понимаю, для чего эта фигурка нужна. Наверное, да. А там еще и ручки есть. Вон там в коробочке ручки лежат отдельно. Это как бы... Ну, декорация, наверное, какая-то. Видишь? Вот. Вот так это все выглядит. Я даже предположить не могу, как это все устанавливается, крепится. Ну, хорошо. Сережа сказал, что это Сталин. Причем Иосиф. Был другой еще. Вот, смотри. Хлопушки, мухобойки. Видишь? Надо? Надо. Как селфи-палка, да. Мушоловки. Даже. На холодильник. Сережа сказал, что на холодильник надо повесить мышеловку. Самый большой улов это буду я. Сколько всяких тут фигурок, у кого есть дача, да? Классно. Декорация. Где? 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 Ну, да, в принципе. Кстати, я купила себе такой опрыскиватель, он у меня быстро сломался. Здесь он стоит 2,25. Для животных. Игрушки. Для попугайчиков, для кошек, для собачек. Вот такие горшочки. Для котиков. Для собак игрушки, чашки. Так, я уже не надо показывать, а то он сейчас, Тайсон, обязательно какую-нибудь игрушечку купит. Мышки. Эти шарики смотрят с ума, когда Тайсон начинает играться, если они гремят. Ой, ты все-таки дошел, увидел, да? Я только сказала, тебе не надо здесь показывать, что ты сейчас Тайсон что-нибудь купишь. В общем, сразу покажу, что купила. Ну, тут такой вот, Сережа трусики, там еще на заказ трусики. Вот такие. Айлега звали. Как это? Прокладки в обувь. В стельке, вот. На сточки. Качество вроде неплохое, Сереже. Цена, цена, цена. 4,50, все три пары. Ну, не знаю. В общем, Тайсону вот эту пищуху. Которую висит в замочек за 29 центов. Все-таки я купила себе вот этот таймер на кухню, который я все время давно хотела. Нашла 1,95 евро стоит. Надеюсь, что будет работать. В общем, все покупки есть в прайсе по-немецки. Еще тут дали какие-то 2 евро. Про персон. Парень с рельдой. Цирк? Да. Вот. Карты. Ну, мы в цирк, наверное, не пойдем. Дуком. Тайсон, зачем ты ей хвост грызешь? Играться надо. Все-таки дозвонился. Сегодня 4 часа. Он не извинился? Ну, при чем делает? Он сказал, что вчера у него 63-й был собраний или что-то на встрече. Надо ценник ототразить. Он пытается хвост грызть, чтобы не пищал. Надо ценники. Мы едем, когда он в машине взяли. Пик-пик-пик-пик-пик. Тума сойдет уже. Тем более ночью. Ты же пас. В ночь он переезжает снег. Тайсон, все, ты сходил на охоту. Тайсон, все, ты сходил на охоту. Тайсон, все, ты сходил на охоту.